Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 сработал хорошо чем он не 6 за миллион рублей то есть оторвать все шильдики в принципе смотрится неплохо первое мое личное мнение первое рено которое не рубили топором кусок пластилина там кусок дерева в принципе смотрится неплохо довольно так хорошо красиво агрессивно сколько только это все проработает время покажет по морде смотрится как хорошо такой большой надутый логан накаченный принципе смотрится солидно лично мое мнение может кто-то со мной будет не согласен в принципе мое мнение это машина у рено получилось то есть нет вот этих вот топорных линий которые просто там дровосек рубил и у него там где-то рука дрогнула все красиво все морду по морде вопросов как бы вообще минимум по сборке по сборке в принципе неплохо то есть нет вот как-то мы смотрели рено сандера стабвей то есть у них под кап между капотами фары пролазит полностью рука так ну здесь такого нету в принципе по кузову у нас вопросов самый минимум сборка минимум вопросов да как бы есть косяки то есть вот дверь получается чуть ниже вот это но это я думаю не критично то есть возьмете вес то за миллион рублей там вообще двери на ходу бывают отпадывают чем это не байки это реальные жизненный жизненный показатель что у веста падают двери в принципе зад сбоку x6 сзади в принципе тоже как бы все красиво все неплохо также сама состоят светодиоды принципе линии все сглажено все красиво ну дизайнеры конечно поработали первый раз жизни по обзорности я могу сразу же сказать что заднее стекло ну здесь так наверное поставили ну что чтобы было потому что в него центральное зеркало не видно вообще нихрена если там у вас конечно комплектация будет подороже побогаче то есть у вас будет стоять камера заднего вида то есть там круговой обзор хороший то есть ну она намного будет лучше по зеркалам в принципе боковые зеркала обзорность в принципе хорошая то есть все видно как бы мертвые зоны в принципе не такие уж и большие что еще по багажнику то есть машина подойдет для семейных людей которые живут в городе то есть которым надо там возить коляски там рассаду помидоры огурцы на дачу то есть по багажнику тут хороший багажник большой достаточно такой большой то есть сюда поместится и коляска там ну куча всего то есть большой хороший багажник причем объем салона от этого не пострадал то есть как бы ну все грамотно сделано также у нас стоит полноразмерное запасное колесо у нас на штампованном диске ну в принципе я думаю это неплохо взять допустим даже какую-нибудь там камри у нее там стоит докатка причем непонятного размера и также сюда вот напичкали светодиоды подсветкой гос номера также неизвестно сколько но все это проработает все это дело сколько прослужит ну так в принципе дизайн я считаю что в рено удался теперь под пойдем под капотом все должно быть хорошо а тут поп она и далее да блять стоят газовые упоры почему на вести это не могут до сих пор сделать это вот кстати вопрос концерну лада правда лада рено nissan но вопрос к ним почему вот здесь вот могут поставить она весту не могут ценник миллион рублей веста самую упакованную так ладно перейдем к машинке то есть в принципе тут все как бы просто дешево никаких наворотов никаких понтов ничего не закрыто то есть впуск электронный дроссель фильтр ну как бы все ничего тут как бы нового нету то есть откройте капот у логана все то же самое также бачок вот этот вот непонятный пузырь какой-то то есть даже в плане обслуживания то есть в принципе все как бы удобно то есть что замена ремня что как бы все и в моем понимании как бы ну все все отлично поставлены также удобно заливать тормозную жидкость систему охлаждения также у нас стоит в принципе я считаю удобно бачок омывателя вот здесь у нас то есть капот открыли открыли пробочку то есть капот открывается достаточно высоко налили закрыли все и поехали ну по железу в принципе все нормально все вроде как бы жестко так держится в принципе под капотом у нас все легко быстро все и понятно также у нас ты здесь полноразмерный аккумулятор то есть это уже не на как на японцев надо искать думаю зимой будет хорошо запускаться что перейдем в салон что у нас по салон кстати слышал да как закрывается по салону принципе все хорошо посадка садишься как вот сел как бы и удобно неудобно сидение настраивать под себя типичный реновский руль также ключ у нас все тут ставится ну обшиваю обшиваю это у нас обшиваю панель кстати панель что что панель что обшивы дверей карты они просто деревянные вот здесь они уже как бы маркетинг расслабился то есть внешний вид сделали а по салону как бы ну так карандашом нарисовали да склеили принципе удобная панель регулировка зеркал 4 стеклоподъемника ну и блокировка стекол что по приборке по приборке в принципе нормальная информативная панель размет разметка все хорошо видно то есть в темное время суток когда едешь то есть она не свиньи не слепит ничего глаза не устают также удобно все сделаны переключатели все вот эти вот все просто и понятно только вот одно непонятно с ними вот это вот что блять не могли сделать как-нибудь на руле вот этот приблуду блять регулировку поставили вот сюда что видишь вот все регулируется вот намного было бы удобнее или просто чтобы человек совсем не расслаблялся что он понимал что ездит на рено я думаю как бы это можно было доработать немножко мультимедиа мультимедиа в принципе как будто что по комплектации у нас барабанная как бы в более дорогих комплектациях грубо говоря стоит планшет причем за этот планшет надо будет выложить нормальную кучу денег который будет вам виснуть постоянно то есть не программное обеспечение вообще не очень хорошего качества принципе коробка простой понятные вот переключения то есть вариатор регулировки то есть климата все как бы все интуитивно все понятно вот так как комплектация бомж тут по-любому должно быть много много кнопок у нас вот режим режим эко аварийка ну и центральный замок открыт также у нас а включение стабилизации здесь все у нас пусто по панели ну в принципе материалы дешевые через сколько это все за скрипит непонятно сиденья в принципе что сидеть удобно ничего плохого сказать не могут регулируется вперед назад по высоте она поднимается ну и регулировка спинки то есть нету вот этой вот регулировки спинки вот как на даст или что надо сиденье отодвинуть опустить ручник сделать херову тучу манипуляции чтобы ну хотя бы настроить сиденье под себя то есть садишься все удобно сидишь причем высоко то есть обзорность хорошая также вот давай покажу что то что вы можете увидеть в зеркале а там ни хрена не видно также вот так вот вас тоже ни хрена не видно в принципе чем не рост метр семьдесят сам за собой как бы сзади садишься свободно места хватает что над головой нормальное пространство что спереди вот до ног в принципе салон получился такой достаточно удобный также у нас стоит система сос типа наша эра глонас как она работает я думаю рассказывать не надо потому что она не работает принципе что можно еще добавить то есть цена качество ну за качество ничего сказать не смогу потому что машина абсолютно новая пробега еще тысячи километров грубо говоря нету там 900 чем-то километров за миллион рублей покупать веску либо покупать рено аркану ну думайте сами это дело каждого что сказать по шумке шумка в принципе присутствует но можно было немножко доработать вот слышите не знаю передает камера нет где-то все равно какие-то шумы там прякнут пластик пластиковые звуки присутствует в принципе у нас дорога тут ну это поле специально как бы выбрали такое место чтобы по асфальту то смысл показывать надо показать реальную сторону этой машины то есть до высокой высоко да хорошо ехать по рулежке ну рулится но как сказать как она рулится да никак будем честно говорить роль какой-то ну слишком легкий может кому-то это нравится по городу да будет по кайфу есть по бездорожью не знаю то есть на вариаторе на бездорожье как бы я не стал конечно ехать что вариатор он в принципе не любит всякие пробуксовки все вот этим что-то где-то вот у нее есть скрип его по жесткости кузова в принципе жесткости кузова на переломах не хватает то есть кузов играет есть когда идет на излом кузов принципе он у нас идет скрип с панели скрипит внизу также у нас есть косяк мы смотрели видео обзоры нам показали что капает кондиционер там типа под коврик ну не знаю у нас ничего этого нету может быть это единичный случай ну может быть где-то недоработки но в данной машине такой проблемы нет то есть под ковриками везде все сухо все хорошо что еще сказать ну вот систему вот это сос которая непонятно как работает работает ли она вообще или когда у нас она в россии заработает так в принципе в целом миллион рублей стоит он этого ну я думаю стоит то есть покупать весту покупать рио покупать solaris но это одноразовую машину ну по крайней мере вот ну не знаем сколько покажет сколько она подъездит по пробегу в принципе пробеги большие на вот в данного владельца много ездит ну там посмотрим если кому интересно пишите в комментариях там через сколько мы там не знаю 100 тысяч машина если по проедет что какие вложения за 100000 то есть напишите с ними добавить принципе ну чё добавить добавить вроде как бы нечего если что-то там пропустил не обессудьте пишите в комментариях добавим в принципе в чё добавить больше нечего кому что интересно спрашивайте пишите комментарии задавайте вопросы ответим в принципе чё подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем пока пишите комментарии